Посла России вызвали в МИД Армении за заявление в эфире прямого канала, но он там всех хренососил, армянских руководителей, Пишиняна и прочего. Были озвучены оскорбительные, совершенно неприемлемые высказывания в адрес поставленных официальных лиц Республики Армении. Ну что я могу сказать, что дошло, конечно, до полного разрыва с Арменией. Я думаю, что база в Гюмрии еще недолго просуществует. На месте повреждения Балтик-коннектор, то есть того газопровода, который между Финляндией и Эстонией, вернее, наоборот, между Эстонией и Финляндией нашли якорь с отломанным зубцом. Ну то есть кто-то, я так понимаю, якорь скинул. Но так ли, был ли якорь причиной найти-то якорей, там можно сколько хочешь, с отломанными зубцами, с неотломанными. Это же все-таки море. Так что будем ждать еще какую-то информацию. Но я допускаю, что это могла быть случайность, и все уже так вздрогнули. А в одном из лимузинов президента Польши нашли отслеживающее устройство, а в принадлежащей канцелярии президента автомобиля службы государственной охраны нашли маячок и так далее. Но что я могу сказать? Почему это событие, будем считать, такое историческое? Не потому что это президент Польши, вообще не имеет значения президент какой страны. То есть криптиалистическое общество было настроено на то, что лидеров очень редко уничтожают. Ну, какого-нибудь Зияульхака можно взорвать в самолете. Ну, даже президента Кеннеди можно застрелить вроде как. Но это сопротивлено с очень негативными последствиями. И поэтому от этого, так как этим занимались, конечно, различные государства, от этого отказались. И вот сейчас все изменилось. Сейчас есть силы, которые формируются, да, которые государственно равны. То есть есть структуры государственно равны. Может быть, они не обладают таким статусом, но силой, финансами они обладают именно такими. И не всегда это часть международного организованного преступного сообщества. Это, ну, как-то надо отдельно по этому поводу поговорить. Но я могу сказать, что сейчас все практически руководители стран будут на прицеле. То есть вот сейчас, когда перейдет определенный этап, то есть тогда, когда мир придет в новую общественно-экономическую формацию уже целиком, а многие будут пытаться остаться в прошлом, и в основном это будут делать руководители, то начнется падеж. Вы увидите, как их начнут гасить. Подмосковная делегация посетила с рабочим визитом Китай на прошлой неделе, куда Воробьев ездил, и все его черти. Зачем ездили? Знаете, какие-то проекты, какие нахер проекты? Ездили кланяться в жопу, целовать местных руководителей. Сдают России эти суки, вы видите. На уровне губернаторов, на уровне там всяких мэров, пэров, херов. Все уже туда построились, и все уже съездили. И кто-то, кому повезло, поцеловал в жопу Сын Цзинпина. Кто-то поцеловал начальников поменьше. И получили свой ярлык на княжение. Зачем туда Воробьев поперся? Именно для этого. Ему там какие-то совместные проекты нужны. Какие нахер совместные проекты? Главный совместный проект – это Россию под Китай положить. Компания Гонконг заявила, что Али Шан Фу, то есть бывший министр обороны, снят с должности. Ну, действительно, так и есть. И вы помните, когда он пропал, у меня спрашивали, снят он с должности. Я говорю, это совершенно очевидно. Ну, он старый кадр, достаточно авторитетный. На хера они Сын Цзинпином? Конечно, он не абсолютный. Он воспитывает новых. Вот сейчас представьте, Сын Цзинпином что-то получиться. Ван Ис может получить реальный пост, да? Ну, я имею в виду руководителя Китая, если будет какой-нибудь Ли Шан Фу. Ну, армия будет подчиняться ему, скажет, все, спасай и привет. Нет, конечно, туда поставят такую пешку, серенькую, да, которой можно будет манипулировать, и которой в армии не будет иметь никакого авторитета, будет нет никто и звать никак. И сейчас везде, во всех направлениях, так скажем, серьезных, китайских, это будет касаться и полиции, и спецслужб, и армии, будут замены, очень серьезные замены, потому что все готовятся к серьезным шагам, где не нужны авторитеты, которые имеют свою точку зрения, могут там что-то по-своему сделать. Это никому не нужно. И вот все обсуждают Вайтмана слова председателя фракции Ликуд партии, ну, кстати, как бы соратника Нетаньяху. После того, как мы выиграем эту войну, мы позаботимся о том, чтобы Украина победила, Россия заплатит за то, что она сделала. Да, ну, это очень хорошее заявление, но еще надо выиграть, вот в чем дело. То есть ту войну, которую сейчас ведут против Израиля, да, выиграть очень сложно, потому что ведет ее Китай чужими руками, руками мусульман. И мусульмане на этой войне, они только объединяются. Поэтому, я думаю, что ситуация очень жесткая. Вот Россия осуждает проявление терроризма и считает необходимым прекращение огня на Ближнем Востоке, заявил Песков. Там как хочется просто. Там они так радуются тому, что происходит в Израиле, потому что стрелки, так скажем, перевелись в том направлении все. И, ну, всегда, когда поставлены в тупик определенные люди, возникает еврейский вопрос. Мы с вами об этом говорили, что он возникнет, да? Помните, говорили, что Путин поставлен в тупик, и все, и начал дергать еврейскую тему. Японцы первыми в мире испытали корабельный рельсотрон. Он стреляет гиперзвуковыми снарядами. То есть это очень серьезная вещь. Это морское, конечно, пока еще оружие, потому что можно только на корабле установить. Нужно много энергии. Соответственно, нужны площади большие. Но я думаю, что скоро уменьшатся размеры, и, соответственно, это будет невероятное оружие, потому что скорость дает очень серьезную массу на ускорение, да, равно сила. То есть разрушительная способность невероятная у таких снарядов. Просто невероятная. Индия запустила, провела первый успешный испытательный полет в рамках своей будущей пилотируемой программы. То есть запускает космические корабли. Израиль лишил гражданства Соловьева до Покориколоса. Если это так, это было бы прекрасно. Если бы Израиль лишил гражданства Соловьева, я не знаю, где вы это взяли. Давайте посмотрим. Если это так, это было бы просто великолепно, сказочно. Почему? Потому что, вы же понимаете, тогда уже была бы разбиралочка. То есть не просто как бы Израиль защищает человека, потому что он еврей, да? А еще есть какие-то причины, по которым он не будет защищать даже евреи. Это было бы очень здорово. В будущем. Когда мы предъявили претензии чубальцам, видите, я что-то не нахожу такого. А я не вижу. Я думаю, что вероятность эта очень низкая. Если бы это было, это было бы очень классно. Это было бы очень классно. Но боюсь, что ничего подобного не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...